Всем привет! Меня зовут Дмитрий Кутный. Я изучаю и практикую вегетарианство, сыроедение и фитнес на таком типе питания. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему же некоторые вегетарианцы едят рыбу. Ситуация такова, что рыба это тоже мясо. Разграничение птица, рыба это всего лишь гастрономические вещи. На самом деле это все плоть. Итак, существует две основные причины перехода на такое осознанное питание, как вегетарианство. И первая, это этическая причина, этическая сторона. Суть, которая заключается в том, что люди проявляют, якобы проявляют милосердие и относятся очень гуманно к животным. Вторая причина, это, как правило, забота о своем здоровье. И задачи у людей тут разные. Кто-то хочет сохранить и улучшить свое здоровье, а кому-то нужно излечиться от тяжелых заболеваний. Заранее скажу, что даже если вы оставляете в своем рационе рыбу, вы смело можете называться вегетарианцем. У такого типа вегетарианства даже есть свое название. Звучит оно как песко-вегетарианство. То есть есть еще лакта, ова, об этом будем говорить позже. Песко-вегетарианец. Итак, раскрываем суть. Если вы представитель этического вегетарианства, едите рыбу, в основном вы оправдываете это тем, что рыба и морепродукты – существа неосознанные, или, так скажем, малоосознанные. И страданий и боли они не чувствуют. Ну, если там чувствуют совсем чуть-чуть. Так забавно, лосось не понимает, он спаривается или его режут. Тут, конечно, надо запутаться, можно. Для представителей вегетарианства, для представителей песко-вегетарианства второго типа, рыба – это всего лишь переходный период на пути к другим типам вегетарианства. Для кого-то этот переходный период может длиться годами, и это нормально, ничего страшного. А кто-то для себя решил, что это уже предел. Итак, на такой тип питания очень хорошо переходить людям в возрасте, так как резкий отказ от плоти может ухудшить состояние организма. Это действительно так, это проверено на опыте многих людей. От себя хочу добавить, что оставлять рыбу в рационе нужно только, чтобы переход на другой тип питания, сделать его как можно плавнее, подготовить свое тело и ум к более чистой пище. Такие дела, ребят. Если информация была полезна, давай поставь лайк, подписывайся на канал. До следующих встреч. Пока!